Добрый вечер. Предновогодняя оттепель внесла изменения и в мой прононс, за что прошу всей аудитории Милсливо меня простить. Но тем не менее, в студии Катерина Романова и мой гость Михаил Перловский. Михаил креативный директор агентства «Энни Боди Хоум» и соорганизатор проекта «Моя бабушка Яга». Ну, вроде бы такая новогодняя тема, но тем не менее, в сути этой темы и в сути этого проекта, который Михаил создал и реализовал, нам сегодня предстоит разобраться. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Итак, «Моя бабушка Яга». Почему такое название и что из себя представляет этот проект? Ну, прежде всего, хотел сказать, что, конечно, не только я его создал, потому что количество людей, которые над ним работало, я думаю, это человек 30. Есть часть проекта, которую делал портал Мемини.ру, портал, рассказывающий о деменции, о проблемах деменции, помогающий родственникам больных деменции. Есть часть, которая, такое творческое наполнение, которое делал агентство «Энни Боди Хоум». И мы занимались, собственно, донесением проблем деменции в каком-то внятном, интересном виде, который бы не испугал людей и помог бы им как-то хоть чуть-чуть получить об этой проблеме такой живой нормальной информации. То есть, правильно я понимаю, что «Моя бабушка Яга» это вообще не связано с персонажем и не связано с какими-то сказками из общепринятого понимания этого творчества. То есть, это проект, который посвящен непосредственно тому, чтобы донести информацию о серьезном, сложнейшем заболевании, с которым сталкиваются люди повседневной жизни. И да, и нет. История такая. Мы занимаемся вообще поддержкой портала «Мемниру» второй год. И в первый год мы делали такую более информационную кампанию, которая просто рассказывала о проблеме и о первых симптомах этого заболевания. Даже это не заболевание, а такой комплекс симптомов. Это была ТВ-компания на каких-то крупных каналах, которые бесплатные размещали. Довольно успешная, потому что, хотя людям довольно сложно было донести эту информацию, но мы как-то смогли вообще проблему деменции вбросить в какое-то поле общественного зрения. И начали появляться статьи, СМИ начали интересоваться этой проблемой. Но на втором этапе история такая получилась, что нужно действовать как-то более эмоционально, недостаточно сухой информацией. И мы начали думать, как это сделать. Есть несколько традиционных способов рассказывания о социальных проблемах. Это называется, такие способы называются ожог сетчатки. То есть показываются проблемы в максимально неприятном, неприглядном виде. Таких роликов очень много. Мы их пересмотрели со всего мира, там какое-то безумное количество. Бабушка, которая писает в супермаркете и так далее. Но у этих роликов есть одно существенное свойство. Они не позволяют донести проблему так, чтобы с ней люди начали как-то о ней задумываться и думать о том, что делать дальше. Это вот... Они же вызывают негативные все равно впечатления. Да. Ну, как бы слово деменция можно донести таким образом. Но, например, необходимость думать о родственниках так... Не вызывает такие ролики. Вот. И мы, соответственно, начали думать, 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 как же это делать. Встала у нас огромная проблема следующего образа, следующего порядка. В нашем государстве вообще тема информирования населения, она находится... Такая существует модель информирования со стороны государства. Но это выглядит так. В идеале стоит мегафон на улице, сирена, и всем говорят, приближаются немецкие бомбардировщики. Надо всем прятаться. Вот это все гудит, шумит, народ пугается. Со стороны, соответственно, людей желание получать информирование таким образом минимально. Да, все думают, лучше я буду ходить там смотреть на асфальт, но ни в коем случае не слышать вот этих ужасных вещей, которые мне пытаются донести государство. Но поскольку эта модель существует, и даже вот вы можете посмотреть, как, например, сейчас московский метрополитен об изменениях информирует. Там, о ужас, бумажные билеты будут стоить в два раза дороже, и все, и все в панике, все Навальные пишут огромную статью. Хотя это можно донести нормальным способом, живым, человеческим языком, там, в течение, не знаю, двух недель. Все будут понимать, для чего это сделано. Это я такую предысторию рассказываю, потому что мы долго работали, мне хочется донести... Рассказать побольше. Побольше, да. И когда мы поняли, что так мы делать не хотим, ни в коем случае, мы хотим какую-то такую, выполнить некую гуманитарную миссию, рассказать о проблеме, нам нужно было сразу же трем поколениям, это бабушкам и дедушкам, которые являются... Самим участником, собственно, этого процесса. Да, очень важно донести их детям, это людям возраста 30-45 лет, которые единственные, которые могут, имеют возможности и деньги заботиться о своих родителях. И обязательно детям, потому что, как оказалось, в результате такого долгого прорабатывания проблемы нашими стратегами, дети – это первые, кто могут заметить симптомы заболевания и делают это быстрее, чем родители. Они больше общаются с бабушками и дедушками. И, в общем, оказалось, что у нас есть такие три целевые группы, на которые нам нужно работать. И решение пришло неожиданно, мы поняли, что вообще сейчас вот эти три целевые группы собрать вместе можно только... Ну, телевизор даже не собирает их вместе. Но, тем не менее, осталась такая зона, в которую как-то удивительно не проник ни интернет, ни телевидение. Это чтение сказок, чтение сказок на ночь. И там происходит максимально полный контакт, информация передается метафорическим и очень интересным путем. То есть, это не императив, как у нас опять информирование в рамках государства и населения. Это всегда императив. Сделай, не делай, ходи, не ходи, кури, не кури. В побудительном наклонении. Исключительно, да. То есть, такая модель, вот, подберем взрослый ребенок и вот в жестком императиве. А во время чтения сказок вся информация передается образами, какими-то ситуациями, которые, может быть, в жизни ты никогда не встретишь, но которые, на самом деле, твое поведение немножко моделируют. И, собственно, функция сказки изначально это была передача ценностей, там, какого-нибудь племени или общества. От поколения к поколению. Да, от поколения к поколению. Вот, и как только мы поняли, что вот есть, оказывается, такая девственно чистая заповедная область, нам захотелось, во-первых, сохранить ее, то есть, не лезть туда с какими-то рекламными ходами. И поэтому мы искали персонажа, который нам поможет это сделать. Вот так появилась бабушка Ига, моя бабушка Ига, образ, который нам помог поговорить сразу же с тремя поколениями и сделать это таким человеческим языком. Самое удивительное в этом, что все три целевых аудитории в данном случае вовлекаются в эту игру абсолютно искренне и абсолютно полноценно в ней участвуют, так? Да. Как вы, когда идея уже родилась, как вы продумывали ее реализацию? Что стояло в главе? Ну, как всегда, с проектами, которых ты никогда не делал, неизвестно, как их делать, пока ты не начнешь. Почему и спрашиваешь. Да, да. И вообще сейчас, конечно, специфика рекламного бизнеса движется в эту сторону, что приходит не с просьбой сделать что-то конкретное, а вот решить какую-то задачу. Сделать им не красиво. Да. Ну, даже нет, решить задачу. То есть, есть проблема, и вот ее нужно решить, выбирайте способ сами. Поэтому, когда мы придумали вот эту кампанию на год и поняли, что это будет книга, это будет книга сказок, ну, в общем, мы дальше начали логично размышлять. Там, где книга сказок, там должны быть авторы, у авторов должны быть чернила и ручки, чтобы их записать. Должны быть обязательно иллюстраторы, потому что книжка детская, нужно это сделать красиво. И иллюстрации должны быть таким очень правильным с точки зрения подачи. То есть, они не должны быть опять каким-то чрезмерным рекламным контекстом обладать или пытаться опять что-то донести дополнительные из них. Из навязывания. Это должна быть просто история. Да, да, совершенно верно. Вот. Как только у нас сложилось в голове, что да, будет книжка, будет книжка сказок, мы начали искать авторов. Вот. И это была, конечно, сначала безумная головная боль, потому что мы... Ну, вот так с белого листа очень сложно найти людей, которые смогли бы выполнить твою задачу. Да. И самое главное вообще такая тема, напиши мне сказку вот про это, она с известными детскими авторами не всегда проходит или всегда не проходит. Но поскольку вот у нас еще была такая вводная, мы решили, что это должны быть не обязательно именно писатели, но скорее общественные деятели, такой более широкий спектр людей туда попадал, потому что проблема, возможно, у писателя всегда такой свой особый взгляд вообще на все проблемы. Мы за это писатели ценим, за стиль, за правильно настроенный глаз. Нам хотелось как-то чуть такой более широкий срез общественного мнения получить в таком виде, и поэтому мы начали обращаться к артистам, к писателям, к режиссерам, к самым разным людям. Естественно, в начале, как всегда бывает, мы получали большое уважение к нашей затее и большое количество отказов. Но в какой-то момент, то есть мы сначала боялись, что будет слишком много вообще идей, мы не будем отбирать, неудобно будет отказывать людям, вот потом боялись, что идей не будет ни одной. Но в какой-то момент люди начали сами собираться вокруг проекта и с каких-то неожиданных сторон. То есть у нас поучаствовали и писатели, и артисты, например, там Павел Кабанов, он нам сказку надиктовывал на диктофон, сидя где-то за кулисами в тот момент между репетициями. Настолько у него было желание как-то поучаствовать в проекте. Ну, кто-то отказывался, кто-то тем не менее включился потом на стадии записи аудиокнижек. Ну, в общем, люди собрались, это были и педагоги, у нас есть и, в общем, самые приятные люди. Очень важный момент в том, что мы боялись, что, ну, как всегда в любом социальном проекте, ты просишь людей что-то сделать бесплатно, а потом тебе нужно сказать, дружище, ну, что-то оно не сложилось. Но, к счастью, нам так повезло, нам не пришлось никому отказывать. Все сказки цельные, очень такие честные, трогательные, и каждый из них – это такое маленькое, ну, маленькое, на наш взгляд, произведение искусства, с которым было очень приятно делиться потом. А сколько длился вот этот процесс? Ну, так грубо назовем, сортировки людей, идей, дореализации? Мы начали в январе, это в тот момент, когда уже было понятно, что книжка сказок, и закончили. По-моему, последние сказки мы получали в июле. То есть полгода? Да. Шесть месяцев вам потребовалось для того, чтобы собрать сколько сказок? 18 сказок. Еще три будут в интернете, мы просто не успели вставить их в книжку. И вот это все разные люди, писатели, педагоги, артисты, режиссеры, и вы сами. Да, мы тоже поучаствовали. То есть мы опять не хотели навязывать свою волю, но как только там было ощущение, что у кого-то рождается идея, которую хочется реализовать, да, мы, конечно, просили копирайтеров. Точнее, ну, это было не то, что просили, был карт-бланш. Если хочешь, участвуй, обязаловки не было. Ну вот без обязаловки, но тем не менее, ведь такая идея, которая имеет конкретную цель, она все равно дает тот объем ответственности, который каждый человек, участвующий в этом проекте, должен понимать, понимать, как эту ответственность принести, донести и что с этим делать. Ведь не просто написать сказку, у которой есть мораль, а здесь определенная мораль, целевая мораль. И мораль сказки каждой в этом проекте рассказать про разные симптомы, про разное поведение людей, страдающих от деменции. Деменция – это старческое слабоумие. Правильно? Да, ну, может быть, два слова о деменции скажу. Я, подчеркну, не специалист, но поскольку мы в проблемы погружались, я вот на своем уровне понимания как-то постараюсь донести. Деменция – это комплекс симптомов, который объединяет много разных заболеваний. Туда входит и Альцгеймер, и много чего еще нехорошего и очень неприятного. И глобальная деменция делится на два вида. Это врожденная деменция, в том числе олигофрения, и приобретенная. Приобретенная деменция чаще встречается у людей пожилых и старых, и, собственно, вот это то, с чем мы работали. В основном это проблемы с атеросклерозом сосудов головного мозга, когда клетки мозга начинают снабжаться кровью не в том режиме. В меньшем объеме, да. В меньшем объеме, и дальше происходит какая-то такая череда эффектов неприятных, которые заканчиваются самым, собственно, неприятным. В общем, это можно назвать угнетением когнитивных функций, но, по сути, это распад личности. То есть это не та болезнь, которую можно там как-то какую-то подпорку сделать для организма, заместить. Организм в целом функционирует. Очень есть интересные эффекты. У многих проходят болезни, когда они заболевают деменцией, другие, которые имеют там… Соматические болезни. Да, неврологические какие-то, да, они становятся очень здоровые, но, к сожалению, уже не очень понимают, что вокруг них происходит. И самый такой неприятный аспект деменции, это даже не… ну, понятно, что это очень плохо то, что происходит с конкретным человеком, но то, что начинает происходить с родственниками. И в этом смысле болезнь деменции – это социальная болезнь, потому что количество усилий, которые требуются для того, чтобы поддержать человека больного деменцией, оно запредельно. То есть там есть какие-то цифры, сейчас я попытаюсь вспомнить, но, по-моему, в мире сейчас тратится 600 миллиардов долларов в год или 60… В общем, это бюджет какого-то такого маленького европейского государства на то, чтобы просто лечить и поддерживать больных деменцией, при том, что идеального лекарства нет, нельзя деменцию улечить. Болезнь социальная, и еще она социальная, потому что первые симптомы деменции можно обнаружить довольно рано. Но люди, например, у нас в стране, они думают так, ну там, бабушка чудит, а дедушка шалит чего-то. И не обращают на это внимание. Не обращают внимания. О социальной проблематике этого состояния и о том, что делал Михаил в своем проекте, мы продолжим через мгновение. И снова здравствуйте. В студии Екатерина Романова и мой гость, можно сказать, сказочник. Михаил Перловский, креативный директор агентства «Энни Боди Хоум» и сорганизатор проекта «Моя бабушка Ега». Почему я, собственно, и называла Михаила сказочником? Потому что сегодня мы говорим об одном, не побоюсь этого слова, уникальном проекте, в котором участвовал, соучаствовал Михаил в качестве и идеолога, и организатора, и реализатора. Потому как даже сказки писаны разными людьми, среди которых есть сказка и самого Михаила. Но мы немножко отвлеклись, об этом мы поговорим чуть позже, а в прежней части мы закончили на том, что мораль тех сказок, о которых говорится в проекте «Моя бабушка Ега» – это описание симптомов некоего образно называемого заболевания, некого сочетания симптомов, которое определяется как старческая слабоумие, как деменция, и, в общем-то, и не лечится. Но сама суть этого проекта в том, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и заставить людей не насильно, а заставить их побудительно к тому, чтобы обращать внимание на своих родных, обращать внимание на те изменения, которые с ними происходят. Вот, Михаил, вы сказали, что социальная проблема состоит в том, что люди думают, что если какие-то такие изменения вступают в их жизнь, в их семьях, к их родителям, то это шалость, чудаковатость и какая-то такая старческая особенность, которая пройдет или не пройдет. Не пройдет, да, уже, скорее всего, останется. Вот самая основная проблема в чем? Люди относятся пренебрежительно к этому или снисходительны, или как? Ну, тут такая сложная история. Все вместе сразу же, конечно же, но, наверное, главная проблема в том, что мы перестали жить вместе с бабушками и дедушками, и вообще социальная модель современного города – это дети живут отдельно от родителей, поэтому нет ничего неплохого, нехорошего, это вот так сейчас происходит. Когда дети редко видят родителей, им сложнее заметить какие-то девиации в их поведении. И даже если они их очень любят, даже если они их посещают регулярно, то там, посмотрим правде в глаза, встречи чаще, чем раз в неделю, это скорее редкость. Но для мегаполисов это вообще невозможно. Да. Ну, раз в неделю, наверное, возможно там помочь, привезти продукты или там какой-то совместный досуг с детьми. Вот, и как раз про детей. Но когда появляются дети, встречи происходят чаще, и дети общаются с бабушками, с дедушками чаще, чем их родители. Это тоже известная штука. Поэтому, в том числе, вот, как я говорил, сказки были рассчитаны на детей, чтобы они могли увидеть, понять, что происходит. Но тут такая история, что незнание, наверное, самый большой враг всех, кого деменция затрагивает, потому что, ну, то есть равнодушие как следствие не в знании, наверное, да. У нас, по-моему, там такие цифры где-то каждый третий в Европе и в Штатах знает, а деменция встречался с людьми, которые ею болели, ну, вот в рамках близкого круга общения. У нас каждый пятый. А цифры, тем не менее, процентное соотношение больных к здоровым точно такое же. То есть у нас, по разным оценкам, где-то полтора миллиона людей болеют деменцией, и 10% из них только получают какое-то лечение. То есть из этих полутора миллионов, вот у них есть родственники, предположим, 3 миллиона, из них только 10% знает о том, что их близкий человек болен. То есть человек, который болен этим заболеванием, не способен его адекватно оценить и обратиться к врачу, а люди, которые с ним живут, родственники, которые с ним живут, они зачем-то не замещают это, да, или не способны понять, что это заболевание ввиду незнания. В этом проблема, да? И в этом, и в том, что даже когда кто-то заметил, очень сложно найти специалиста, который может диагностировать это заболевание, диагностировать, потому что у нас неврологи, как раз сайт memini.ru этим занимается, там словно невролог есть в каждой поликлинике, но есть, по-моему, там 5 мест, куда можно съездить и точно узнать, болен ты или нет. То есть оценка врачом состояния больного у нас находится на таком очень далеком от совершенства уровне. Я имею в виду именно про это заболевание там. Странно, тем не менее у нас психиатров-то достаточное количество работают и в поликлиниках, есть центры психиатрические, и, в общем-то, состояние деменции – это зона ответственности психиатров. Почему тогда стоит такая проблема? Тут и психиатр, и обязательно невролог. Опять я начинаю сейчас подходить к границе своих знаний, потому что специалисты с memini.ru это, конечно, тему гораздо лучше могут как-то проартикулировать. Но у них просто нету опыта общения с этими больными, у них нету понимания, как их лечить и как вообще делать то, что все мы знаем это слово по сериалу «Доктор Хаус», как делать диагноз, потому что симптомы очень схожие и на ранней стадии они очень размыты. Ну да, бабушка начала забывать, там, выключать воду. Что им может назначить врач в этом случае? Для улучшения памяти препарат? Или это для улучшения кровообращения мозга, для того, чтобы память работала? Но это все настолько симптоматическое и не влияющее глобально на ход лечения, что нужно понимать, что это деменция, и нужно назначать препараты уже специфические. Там есть две огромные группы препаратов, которыми лечат таких больных, ну, к сожалению, которым просто пытаются вот этот срок распада личности отодвинуть. Срок заболевания удлинить или отодвинуть? Ну, самое главное здесь – это время, в чине которого человек будет оставаться вменяемым, если грубо. То есть момент наступления уже невменяемости, момент наступления распада личности можно отодвинуть. Важно не быть безразличным, важно обращать внимание на те симптомы, которые появляются у человека, и вовремя его на такое лечение подсадить. Совершенно верно. И вот, собственно, я так издалека начал. Вы спросили, какую мораль мы пытались в сказках так вложить. И это была даже не мораль, это были разные ситуации, которые связаны как с проблемой невнимательности, как с проблемой того, что деменция – социальное явление, так и конкретно с первыми симптомами. Бабушка забывает. У нас там в конце есть такой тест для детей, который буквально из четырех вопросов. Бабушка забывает что-то сделать, поставь галочку, бабушка делает то бабушкой, то скажи родителям. Потому что, да, может быть, на самом деле бабушка просто забывает. Такое тоже бывает. Ничего страшного не случилось. Но лучше это узнать от специалиста, чем верить в то, что все будет хорошо до тех пор. Просто ли это или уже совсем непросто, да? То есть вот на это не надо спускать на тормоза такие вещи. И самое главное – вот именно искать, быть внимательным. Тут опять получается такая история. У нас в прошлой кампании был такой слоган, то, что вот начало болезни до смерти проходит там 10 лет вашей невнимательности. Вот невнимательность здесь, как же, ключевое. Ключевое, да. Опять она – это не то, что все плохие и люди 30-45 лет, эгоистичные, гады, которые, значит, заботятся только о себе и о карьере, и о деньгах. Нет, просто они не знают. Ну и эта проблема пытается решить. Тогда давайте просветим. Давайте перечислим, на что нужно обращать внимание, какие такие странности могут служить примером, или могут служить симптомом вот этого страшного заболевания. Первое – это забывчивость, неряшливость, проблемы с гигиеной. Есть такой неприятный симптом, но к которому особенно спокойно относится – это мусорособирательство, когда там очень сложно выбросить, когда человек начинает приносить с улицы всякие очень нехорошо выглядящие и пахнущие предметы, и ценить их, скажем так. Вот это – это уже такие звоночки, которые нужно прям очень четко отслеживать. Ну, это такие яркие симптомы. А есть же, наверняка, есть какие-то не очень яркие, не очень заметные, которые тоже могут служить… Забывчивость. Забывчивость, прежде всего. То есть человек начинает забывать о договоренностях. Ему сложно сосредоточиться, выражать свои мысли. То есть все то, что связано с когнитивными способностями и способностями выражать свою точку зрения… Ну, а вот как раз про общение. Агрессия, да, раздражительность. Бабушка начала материться – это нехороший признак. А если человек начинает с окружающими людьми, не только с близкими, но и на улице вести себя как-то иначе? То есть какие-то любые изменения, которые связаны с тем, что человек именно изменился? Что он был таким, он был доброй бабушкой, да? И вдруг выходит на улицу и начинает чертахаться. Бабушка и гад, да, начинает выходить. Но тут еще есть, конечно, такой момент, то, что пенсионеры – у нас самое социально активное население. Они могут просто так. Да, конечно, то есть времени чуть больше и жизненный опыт большой. И понимание, как, наконец, надо здесь делать, чтобы все стало хорошо, позволяет им тратить в том числе время на разговоры на улицах, на увлечение недобросовестных жековских работников. И, понятно, наверное, лучше все равно здесь чуть-чуть больше испугаться, чем… Перебдеть, как говоришь. Совершенно верно. А скажите, пожалуйста, те люди, которые принимали участие в проекте, что-то с ними изменилось со временем участия? Были такие отзывы, когда к вам подходили те же артисты или авторы этих сказок и говорили, «Вы знаете, Михаил, вот как-то вы мне так развернули окружающую меня действительность, что я теперь стал видеть этих людей». Да, это, знаете, как, я помню, у Искандера был такой момент, он же написал огромный роман про дядю Сандроя, и он говорил, что был эпизод жизни, когда я про дядю Сандроя ничего не знал. Но как только один раз с ним познакомился, информация о нем стала появляться вообще из каждого радиоприемника. И здесь такая же история. Пока ты об этом ничего не знаешь. Ты этого не замечаешь. Деменция, что это? Неожиданно… Красивое слово «делириум», да? Да-да-да, начали рассказывать истории, вот там идешь по улице, видишь бабушку, которая находится именно в этом состоянии, которая просто не знает, как попасть домой, потому что она забыла адрес. И, соответственно, там у нас один завтрак доводил бабушку до дома. По крайней мере, там все, что мог сделать, условно, родственникам дал название портала, куда можно зайти, хотя бы узнать о том, что делать. Но главный совет таким жителям нашей планеты пришивать куда-то контактные данные, где-то на одежде, вкладывать в кармашки, но где-то давать возможность кому-то из родственников обратиться. Да, и пытаться как-то предусмотреть ситуацию, потому что это, наверное, еще не самое ужасное, когда человек забыл, куда ему вернуться. Но самое страшное происходит дома, конечно, особенно дома, когда людям либо приходится жить вместе, ухаживать за адементным больным, либо когда нужно нанимать сиделку или няньку. То есть это превращается в некую муку такую жизненную для всех. Но это не просто мука, есть конкретная статистика об ухудшении здоровья опекунов, и она категорически неприятна. То есть три четверти людей, которые ухаживают за родственниками больной деменции, у них серьезные проблемы со здоровьем, возможно, проблемы с работой и так далее. То есть тут социальность этого явления непривлечена. Она более широкая, чем кажется на первый взгляд. И сиделку найти сложно, потому что это человек, который перестает себя контролировать, он начинает вести себя то как ребенок, то как злой ребенок, то просто вроде как неадекватно. И оставить его в нормальных условиях тяжело, отдавать в дом престарелого тяжело. В общем, ставит заболевание очень много вопросов. Вот мы, когда еще работали на первом этапе, как стратегия, как бы осмысливали проблему и думали, как же нам ее решать. Там мы записали список вопросов. Да, вопрос из такого плана, например. Как сказать отцу, например, с которым непростые отношения, о том, что он ведет себя неадекватно. Как вообще донести, попробовать эту мысль. Или как сказать ребенку, что с бабушкой общаться опасно. Или как вообще сообщить родственнику, что он теперь едет в престарелый дом из-за своего неадекватного поведения. Но вопросы такие. Вот мы не нашли на них ответа. То есть мы поэтому и двинулись в сторону от информирования, от каких-то вот этих рупоров на каждом столбе, к метафорам, к образу, которые мы не дадим, и сказки не дадут ответ на все вопросы. Но они, по крайней мере, помогут понять, что их надо как-то решать. Надо осмысливать, надо с этим что-то делать. Ну и тут еще, конечно, такая сложная история, то, что когда государство берет на себя часть этой заботы, какую-то социальную функцию, гораздо проще, по крайней мере, потому что уже многие знают. То есть у нас, поскольку эта тема не является темой такого общественного интереса. Ну, мягко скажем, да, не популярная. То, конечно, очень сложно вообще какие-то мысли доносить там. Все равно все думают. Ну, у нас еще так сильно в культуре то, что старческий маразм, вот деменция у нас равно старческий маразм. Старческий маразм, ну что такое, ну все. Бабушка пошалит и ничего. А она теперь такая веселая. Или такая яга, да? Да, или такая яга. Ну и, собственно, этот образ, когда родился, мы поняли, что вот эта трансформация, это самое такое сложное для родственников то, что происходит. Да, это близкий тебе человек, с которым связано огромное количество приятных воспоминаний, моментов. Там, это твой отец или мама, когда он начинает превращаться в какое-то странное существо. В общем, есть чувство, есть любовь, а он начинает превращаться в того, кого тебе сложно любить по-прежнему. Да, мне тоже сложно любить. То есть ты-то, с твоей стороны, все чувства остались теми же самыми, да. А с той стороны неожиданно появляется уже странное существо какое-то, да, которым, ну это фактически знакомство заодно. Выглядит оно так же, да, тебе же надо с ним говорить. И очень сложно перестроиться в этом контакте. Ну, я так полагаю, что не просто сложно, а дико сложно, конечно, да. Мы продолжим через минутку. Да. И снова здравствуйте. В студии Екатерина Романова и мой гость Михаил Перловский. Михаил – креативный директор агентства «Ани Вадихова» и соорганизатор проекта «Моя бабушка Эга», о чем, собственно, мы и ведем разговор. И разговор у нас зашел в такую глубинную даль, где возникает не просто восприятие или трудности понимания, где возникает ужасающая пропасть между вроде бы родными и недавно любимыми друг другу людьми, но тем не менее эта социальная составляющая неотъемлема в случае, если в вашей семье, в случае, если рядом с вами в вашем окружении есть люди, страдающие старческим слабоумием или деменцией. Михаил, все-таки тот проект, который вы задумали, изначально, как я понимаю из вашего рассказа, направлен был на одну цель – донести до как можно большей аудитории вообще о существовании такой проблемы и о тех ее гранях, с которыми люди сталкиваются. И цель, вот как вы считаете, средство оправдывает? Да, конечно. Но она настолько всеобъемлющая, что мы трезво понимаем, что мы там своими силами вряд ли сдвинем эту махину, но, по крайней мере, мы надеемся на то, что запустить какую-то цепную реакцию хотя бы на минимальном уровне, то есть так, чтобы один день собирали. Давайте ее опишем. Какую цепную реакцию вы себе представляете? Вы придумали проект, в котором каждый симптом этого заболевания, старческого слабоумия, выражается в некую историю. И эта история облачена в такую форму легкого восприятия, как сказка. Сказка воспринимается и детьми, и стариками, и в зрелом возрасте абсолютно позитивно. Вот каждая такая сказка, а их у вас 18, рассказывает о разных симптомах этого заболевания с разных сторон, с разных эпических образов, и дает понимание людям о том, что вот это вот не просто так, и что с этим можно еще что-то сделать. И дальше возникает, или не возникает, но мы-то рассчитываем, что возникает желание разобраться, например, да, может возникнуть желание обратить внимание на своих родных и посмотреть, есть ли у них эти симптомы. То есть, скажем так, перейти на этап диагностики своего окружающего мира. Дальше возникает этап что-то с этим сделать, ну, по крайней мере, провести диагностику уже у специалистов или собрать информацию, кто где собирает, кто в книжках, кто в интернете. Дальше какая реакция может возникать? Это, ну, наверное, вот мы как раз подошли к тому моменту, который наиболее важен. Это услышав от знакомого человека, от друга или коллеги по работе описание симптомов, рассказать, что это. Сказать, дружище, тебе нужно зайти на такой-то сайт, или неважно, или сходить к такому-то врачу. То есть, просто огромное количество болезней, оно лежит в поле зрения окружающих, там их начиная от гриппа и заканчивая там, чем только не. И можно пройти мимо, а можно обратить на это внимание. Да, потому что, прежде всего, опять, поскольку это начинает влиять на родственников, то родственники, естественно, начинают об этом говорить, потому что там, а, вот у меня там, да-да-да-да. И, скорее всего, скрывать это от других. Ну, тут мне сложно сказать, все зависит, конечно, от конкретного человека. У нас в культуре... Да, рассказывать своим друзьям или знакомым, или на работе, что, да вот, у меня там бабушка, яга дома живет. Ну, мне кажется, сейчас меняется отношение к болезням, и люди гораздо более спокойно о них говорят, и иногда даже слишком радостно сообщают всем окружающим о том, что происходит с ними. Поэтому, ну, безусловно, от этого хочется отгородиться, в том числе, естественная реакция. Опять, там, у нас это в культуре... То есть, рассказывать, на самом деле, о том, что у тебя, у родственника, есть проблемы, не зазорно. Наоборот, это нужно делать для того, чтобы другие, услышав твой рассказ, могли обратить внимание на себя и, может быть, помочь кому-то из своих близких. Да, но у нас есть культурная особенность, что мы, конечно же, там, какие-то вещи очень стараемся камерно обсуждать, скрывать и так далее. Но просто тут история про то, что в этом нет ничего... Ну, просто как рассказывать, ведь так? Да, в этом нет ничего, не то что страшного, но нет ничего, к сожалению, особенного. Много людей страдают, и тебя могут помочь. То есть, по крайней мере, можно зайти в интернет, если не хочешь рассказывать, и набрать там несколько слов. Ну, вот для того, чтобы это было наглядно, Михаил, расскажите о той сказке, которую вы придумали. Вот ее содержание в чем? Ну, это, конечно, сложно... В двух словах. В двух словах, там же, я понимаю, типическое полотно, а вот так прямо раз и все. В двух словах. И все-таки вы выбрали какой-то симптом. Да, я выбирал симптом. У меня был такой персонаж, бабушка-пират, которая очень сильно ругалась, и, в общем, всем двором как-то верховодила и пыталась их строить. Такая несносная бабуля, которая живет в твоем дворе и всем мешает жить, да? У нас, да, у нас просто, опять вот, когда я начал этим проектироваться, у нас есть дворник такой. У него такая легкая форма, к счастью, он просто говорит все время. И, в принципе, утро начинается в нескольких дворов с того, что как-то слышишь, как дворник обсуждает. К счастью, он обсценной лексикой не пользуется. Он довольно тактично просто про свои взаимоотношения с миром как-то рассказывает. И оказалось, что таких людей много. То есть я встретил такую бабушку там, условно, и в нашем районе так гулял с ребенком. Там ходит бабушка, она там... Мы-то пытались там с ней что-то поговорить, ну, как-то понять, можно ли ей помочь. Нельзя помочь уже. То есть такой этап, в котором все запущено, родственников нету. И, к сожалению, поскольку это... Расплат личности уже произошло. Да, но, с другой стороны, он находится пока на таком уровне, когда она не сильно мешает окружающим. Скажем так, не социально опасно. Да, потому что она не бросается никого там, слава богу. И вот такие люди, которых вы видели в своем окружении, они побудили вас к этой истории. Да, мне хотелось взять какой-то такой симптом, который не является уже, грубо говоря, таким фатальным, но, с другой стороны, который очень легко заметить. Но в нашей стране сложно заметить, потому что ругаются многие. То есть наш дворник очень часто теряется среди окружающих каких-то тоже императивов, которые со всех сторон. Тем не менее, почему образ пирата? Ну, здесь, конечно, так сложно сказать. В общем, как-то так пришло это решение. Мне казалось важно, чтобы, опять, чтобы это не было просто бабушка, которая ругается. Бабушка-пират. Пословение образов. Да, да. Ну, вы помните, там, Сукачева была такая песня «Моя бабушка курит трубку». Это действительно какой-то такой интересный... Всегда интересно, когда в области сочетается несочетаемое. И у вас получилось, что ряд ассоциаций, которые какой-то грубости, какой-то громогласности, какой-то решительности, какой-то вот курящей трубку и так далее. Вот эти вот насловенные образы, они в итоге выросли в бабушку-пирата. Да. Ну, там у нас еще вязал такой длинный-длинный шарф, который не могла довязать. Это тоже такая история про симптомы, когда человек плохо контролирует свои действия, не очень понимает, на каком этапе он находится. То есть мы там с вами понимаем, сейчас у нас до программы конца осталось столько-то. А там нет конца? Нету конца и нету начала. Но ведь все равно в вашей сказке есть позитивный конец. Да, конечно. Там бабушка-пират встретила пожилого генерала, который очень любил, что она ругается, и ему это безумно нравилось. И, собственно, там трагедия в самом конце, когда ее хоть немножко подлечили, она ругаться перестала. Но счастливая семейная жизнь... Дедушка расстроился. Дедушка расстроился, но поскольку он был генерал от железнодорожных войск, это не просто так все утряслось. А бабушкин длинный шарф? В этом тоже есть коротенькая, но такая очень фрагментарная, но тоже история. Давайте оставим этот вопрос читателям. Хорошо. Есть интрига, уважаемые читатели, есть интрига в том длинном черном шарфе, который вязала много времени эта бабушка. И развязку этого вы можете услышать как раз в самой сказке «Моя бабушка оператор» или прочитать в книге, которую где можно найти? Сайт, я попробую по буквам, memini.ru слэш яга. Y-A-G-A. Там находится, собственно, сама книга, но если вы просто зайдете на сайт memini.ru, там есть баннер ведущий, с помощью которого можно попасть прямо в самую книжку. Там можно послушать сказки бесплатно, без смс-ок, без всякого вот этого трэша. Можно скачать их, можно прочитать всю книжку на сайте, можно ее скачать. В общем, мы постарались сделать никаких препон для человека, которому важно познакомиться с этой проблемой. Ну тогда можно назвать и путь попроще. Если вы в поисковой строке введете «Моя бабушка Яга», вы наверняка среди массы ссылок найдете ту самую важную, которая приведет вас на сайт, где и размещена эта книга. С иллюстрациями, с звуковым рядом, с озвучиванием тех артистов, которые эти сказки зачитали. Среди их имен кто? Татьяна Лазарева я встречала, Алексея Кортнева я встречала, Юрия Стоянова, Леонид Куравлева. Кто еще был? Был Мерзликин, был Цыганов. Я так даже сейчас боюсь кого-то не вспомнить. В общем, каждая фамилия для нас, это была, конечно, огромная радость и удивление, что они соглашались, нам сказали, господи, у нас такая маленькая проблема, но все без исключения просто настаивали на том, чтобы поучаствовать после предложения. И поэтому там список золотой для нас получился. Конечно, мы очень рады. Кроме того, что это было безумно интересно поработать с Леонидом Куравлевым. И я думаю, что каждая история, которая в этой книге издается, она может помочь нам увидеть, услышать, раскрыть свои горизонты и, наверное, сделать какое-то полезное дело, чтобы день был прожит не зря. Так ли это, Михаил? Да, да. Как я уже говорил, как только ты с этой проблемой столкнулся, дальше у тебя есть, к сожалению, но ты становишься... Только один путь. Да, нашим адептом. Ты становишься носителем этой правды, информации, которую нужно распространять. Михаил, ну вот если отойти в сторонку от проекта, вам как личности, вам-то это зачем? Ну, я в таком близком круге общения не сталкивался, но в чуть более отдаленном сталкивался с этой проблемой. Это, конечно, грустно. И очень грустно видеть людей, которые были счастливы. И... И вдруг это счастье закончилось. Даже вот тут счастье может быть такая очень сложная категория, но они были очень интересны как личности. И когда заканчивается личность... Когда ты видишь, как разваливается эта личность. Да, ничего хуже вообще очень сложно придумать. Вот и, собственно, одно из... То есть вы, вовлекаясь в этот проект, просто уже имея какой-то багаж, да? Да. И это не оставляло вас равнодушным? Я правильно понимаю, что вот здесь наслоение тоже произошло? То есть появился такой интересный проект, к которому можно реализовать не просто эту задачу, но дать возможность как можно большим людям узнать о том, как протекает заболевание через нормальную, интересную, интерактивную форму. Плюс ваши личные переживания, которые вы наблюдали в жизни. И что еще? Может быть, просто... Ну... Желание сделать полезное дело? Наверное, просто сейчас есть такая история, что, в общем, и бизнес нашего... Многие бизнесмены, грубо говоря, так условно, наелись бизнесом, да? И начинают поднимать голову от бухгалтерских книг и смотреть вокруг. А вокруг там все то же самое, что было 20 лет назад. То есть там... Ничего нет. Ну, в каких-то... То есть, безусловно, тротуары стали чище. Ну, то есть благотворительность вот такая людская, я имею в виду, да? Не конкретный предмет или цель, а именно людская благотворительность. И вот суть этого слова – благотворение, да? То есть желание сделать какое-то оброе. То есть сейчас вот эти ростки, они все чаще появляются на уши? Я, по крайней мере, их чаще вижу точно. И вижу вот в круге людей, с которыми общаюсь, действительно, вот опять эти бизнесмены начинают поднимать голову, видят, что происходит так, видят, что государство... Ну, там можно по-разному оценивать его действия в этих и других областях, но, если грубо, оно в них отсутствует. То есть этого нет. И, естественно, с первого желания там, условно, сделать так, чтобы подъезд свой был чистый, до желания, чтобы в районе можно было безопасно гулять, и до желания там решать какие-то конкретные проблемы, до которых ты, в которые ты реально сам можешь что-то вложить, буквально один шаг. Понятно, что сначала все пытаются сделать... Понять, почему же район так выглядит, понимают, что это невозможно поменять, или поменять очень сложно. Но я не могу свою жизнь потратить на то, чтобы там миссии улицы. С тем, что... С тем, что человек имеет в руках, да? Вот в вашем случае такой симбиоз и произошел. То есть ваша задача была донести эту информацию в каком-то креативном варианте. Вы вовлеклись в этот проект и не остались равнодушны. Да, то есть мы когда получили... То есть, на самом деле, этот проект прошел, получил ровно такое же внимание у нас, как креативное агентство, как любой коммерческий проект, и количество людей даже больше участвовало в нем. Начиная от получения брифа, задания от клиента, это обработки, все-все-все-все-все этапы мы прошли. То есть это не была какая-то халтура, там работа на коленке. Для нас было очень важно, что мы это делали частично в рабочее время. То есть мы уделяли этому опять... То есть это была такая в том числе маленькая социальная миссия для всей компании. А кто был заказчиком? Заказчиком был портал Мемини.ру, который поддерживается большой фармацевтической компанией. Но важный момент для нас был опять, мы работаем с большими фармацевтическими компаниями за деньги. То есть это частный бизнес, который создал информационный портал, ну или субсидирует этот информационный портал, и через этот портал пытается донести нужную, полезную, важную информацию до потребителей. Да, тут важный момент для нас был такой. Понятно, что мы работаем и так с большими фармацевтическими компаниями, не будем их упоминать в суе. Но это коммерция. А здесь, несмотря на субсидирование этого портала, это все равно выглядит реально как социальная функция частного бизнеса. Мы там не получали денег, наши актеры не получали денег за этот проект, писатели не получали денег. И очень важный момент, что мы поняли, что, грубо говоря, вот на этом коротком этапе для нас поддержка этого портала не будет иметь... То есть мы, грубо говоря, не работаем бесплатно на кого-то дядю и там выполняем функции. Или там таянно платно для того, чтобы людям в голову название препарата как-то вложить. Нет, для нас еще было очень важно то, что, собственно, нет на этом сайте никакой рекламы, ни препарата, ни самой компании. И когда мы все эти условия там поняли, для нас еще очень важный момент был выступить как партнеры, потому что обычно мы исполнители, заказчики, подрядчики. В смысле есть заказчик, а мы исполнители и подрядчики. И, грубо говоря, креативная функция агентства очень часто, скажем так, угнетается заказчикам, исходя там из иногда благородных, а иногда неблагородных побуждений. Здесь был проект, когда мы договорились, что мы полностью отвечаем за творческое наполнение, а нас только слушают и понимают, насколько круто мы все это сделали. Ну, естественно, для нас ответственность в два раза больше, но это и в два раза интереснее. Вот такая интересная история, когда из обычного, казалось бы, заказа вы получили, наверное, нечто большее, чем проект и партнерство даже. Вы получили, наверное, свою какую-то очередную, может быть, а может быть, единственную миссию в жизни. Может быть, да. В любом случае, это было очень интересно и приятно, что это продолжается. Здорово. Михаил, скажите, пожалуйста, вы вокруг себя вообще в жизни, не только в своей работе, не только среди своих клиентов или исполнителей каких-то функций. Вообще, в целом, вот в наше время вы видите чаще добрых людей или злых? Мне везло, конечно, я так понимаю. То есть чаще добрых? Да, да. Мне бабушка передала свой неистащимый оптимизм в какой-то доле, поэтому я, конечно, с большой радостью общаюсь с добрыми людьми. А если злые на вас нападают, то как вы на самом деле с ними воюете? Ну, как известно, лучший способ для добра – это убить зло. На самом деле, ну, это такие… Как в сказке. То есть вы их побеждаете? Да нет, конечно. Добротой? Да нет, я не настолько, наверное, добрый человек и такой прямо открытый. Но мне кажется, все равно приятнее видеть, что баланс-то на стороне добра. И это удовлетворяет. Даже если злые люди, да, нас начинают теснить, ничего. Все равно все под Богом ходим, все в результате получается в сторону добра. А в вашей семье… Моя иллюзия такая, да. Иллюзия. А в вашей семье есть у вас дети, жена? Да. В вашей семье как принято общаться внутри семьи? Как принято относиться к сказкам? Ну, поскольку я вот недавний обладатель ребенка, еще свеженький, еще не во всех разобрался в тонкостях, как с этим вести, я неожиданно понял, действительно, сказки – это огромное подспорье, потому что сидеть и слушать, слушать, как она там хнычит или там чего-то ей не нравится. Но оказалось, что даже в самом мелком возрасте… Дети слышат. Слышат и слушают, и там какие-то интенционные акценты с удовольствием улавливают. Поэтому стихи, сказки – это… А как вы думаете, только детям? То есть этот контакт должен быть только взрослый ребенок? Или взрослый-взрослый тоже может быть в контакте, вот в таком сказочном? Да, может быть, и очень важный момент, то, что даже если… В общем, сказка – это некий такой протяженный временной отрывок, в течение которого ты общаешься с неким миром. У нас сейчас так построена система отношений с миром, что ты общаешься очень короткие промежутки времени, там, Facebook, там, бац, здесь, бац, там. Нормально поговорить с кем-то, очень сложно, там, час времени просто говорить с одним человеком – это роскошь. Все стараются в этот момент успеть еще что-то сделать или там… Мультифункциональность сейчас в моде, да? Да, да, да. А вот этот процесс общения, он… Ну, это, знаете, как сходить в театр на полтора часа, да? Посвятить вот это время чему-то определенно одному. Очень важно, да, больше ничего не делать. То есть если ты полностью погружен в действия, которые происходят, ты, там, условно, готов пожертвовать своим вниманием для актеров, для режиссера, для того, что сейчас происходит на сцене, включиться в этот мир, то ты погружаешься и, как бы, так, я бы сказал, целительно проживаешь какие-то вещи, которые на выходе, ну, для тебя складываются в маленький катарсис. Понятно, что там детская сказка, наверное, там, я читаю «Колобка», катарсис не всегда в конце наступает. Но, тем не менее, это возможность прожить какую-то историю, и если ее, там, проживают взрослые, рассказывают сказки друг другу, это почти такая, то, что сейчас называется арт-терапия, там, чтение сказок запросто могло бы, наверняка, у многих... Помочь ей взрослым. Да, она входит, да. Давайте читать сказки вместе. Давайте. Давайте нести через сказки мораль. И вот эта новая форма, с которой мы сегодня столкнулись вместе с ее создателем Михаилом Перловским, вот эта форма передачи информации через интерактивную такую форму, через сказку, как мне кажется, еще один виток в нашей с вами дальнейшей коммуникации между людьми. А общения нам как раз в нашей серьезной, загруженной жизни и не хватает. Спасибо вам, Михаил. Спасибо вам огромное, что позвали. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...